Здравствуйте всем! Сегодня 6 октября и к нам пожаловали первые приморозки. Цветы еще радуют своей красотой. Даже тубероза выбросила стрелку. Но скорее всего этот цветок я выкопаю и посажу в цветочный горшок, перенесу в комнату, чтобы там радовал нас своим цветением и радовал ароматом. А остальные туберозы, которые уже вызрели, но стрелочку скорее всего, не то что скорее всего, а не дадут, я начинаю выкапывать. Это мой опыт. Выкапываю туберозы. Что делаю дальше? Промываю их в проточной воде. Промыла в проточной воде. Дальше промываю в слабом растворе марганцовки. Посмотрите, какие у нас получаются клубни луковицы. Видите, посредине крупная такая луковица. Она в диаметре 2 сантиметра и более. А рядом малыши, рядышком детки. Их весной я отправлю на доращивание. А эта крупная луковица даст стрелочку и порадует нас своим цветением. Следующий мой этап. Обрезаю корни и стебельки у клубни луковицы, для того, чтобы легче было просушивать. Просушиваю при теплой температуре, чтобы там было хорошее проветривание. Когда они у меня просохнут, отправляю в коробку. Коробка хранится в кладовой комнате, где температура от плюс 15 до плюс 17. Так вот каждый год они у меня там и хранятся. Первое, что я не отделяю крупную луковицу и малышей. Вот так они и будут храниться до весны. Еще один такой маленький нюансик. В эту коробку с клубни луковицами я обязательно укладываю ватный тампон, смоченный йодом. Зачем? А чтобы не было никаких грибковых заболеваний. Так пользуюсь уже несколько лет. И клубни луковицы туберос, гладиолусов сохраняются прекрасно до весны. А сейчас осень. Выкапываем луковичные, готовим к зиме розы. Работы много. Удачи и хорошей нам осени. До встречи!